Всем привет, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Многие спрашивают мнение по этому ножу. Ну, я думаю, что уже пора высказать, так сказать, итоговое мнение по конкретно этому ножу. Собрался тут на улице поснимать, в заброшку пришел, думал, для ребят запишу интересный ролик. Но погода, как всегда, шепчет, поэтому посмотрим, что получится. Я тут план составил, ну, с вашего позволения, буду в него заглядывать. Давайте скажу, что этот нож предоставлен нашей любимой Ксении, продавец Викторинок в ВКонтакте. Хорошие цены, ответственный подход к работе, ссылка на нее будет под видео. Ну, и тут будет немало критики, Викторинокс, немало карания. И поехали. Первое. Давайте вот представим такую ситуацию, да. Вы там получили премию, зарплату, вы любитель ножей. Идете в магазин ножей, посмотреть, какой же новый ножичек выбрать. Ну, и вот лежит этот нож, но на нем нету логотипа Викторинокс, нету надписи Викторинокс. Стоит на нем другой бренд, любой другой бренд какой-то, вам нравится, не нравится, ну, к которому вы нейтрально относитесь. То есть вы идете этот нож покупать, такой веселенький, с премией совсем, выбирать новый ножик. И вот лежит этот ножик, но под другим брендом, под другим логотипом. Как бы вы к нему отнеслись? Давайте я скажу свое личное мнение. Вот лежит такой ножик. Вы знаете, я бы посмотрел, что тут металлическая рукоять. И что тут спуски низкие, прямые. И уже бы полностью потерял бы интерес к этому ножу. Если бы он был под другим брендом, под другим логотипом, не Викторинокс. А каждый из вас, я думаю, свое отношение к этому ножу, если бы он выпускался под другим брендом, вызвал бы он у вас интерес или нет. Отпишет в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну, как бы, почему бы он у меня интереса не вызвал? Металлическая рукоять ради металлической рукояти, я стараюсь все равно как-то ножи выбирать, именно что из соображений практичности. Я понимаю, если, например, вот тут вот у Зинки, у нее половина рукояти металлическая, вторая половина G10, половина Титан, половина G10. Ну, тут особенность конструкции, как бы это понятно. Ну, вот тут вот чисто металлическую рукоять ради металлической рукояти брать, ну, я думаю, удовольствие ниже среднего. Она, во-первых, такая, ну, холодная, неприятная к руке, ну, и зачем это? Как бы смысла нету в этом никакого. Опять же, спуски, видите, низкие прямые спуски. Опять же, казалось бы, ну, что такого? Ну, я бы предпочел нож со спусками от обуха, нафига низкие прямые спуски? Я понимаю, если прямые низкие спуски на ноже, которым предполагается что-то рубить, батонить, такой, типа, суровый нож выживальщика, там, вы знаете, там, для тяжелых работ. Но тут все равно складной нож, это как бы, ну, в первую очередь, резак. В первую очередь, он должен быть резучим. Ну, и зачем тут низкие прямые спуски, если можно сделать спуски от обуха? А к чести этого ножа, стоит сказать, что тут достаточно тоненькое сведение и тоненький обух. Поэтому, благодаря вот этим вот параметрам, нож все-таки вполне неплохо режет. Ну, и клинок тут, длина клинка достаточная. Я вот люблю полноценные складные, однопредметные ножи. То есть, ну, с длиной клинка, ну, не меньше, там, 90 миллиметров. Тут вот 97 миллиметров длина клинка, достаточно. Полноценный клиночек, сталь простая, 440К. Ну, вы знаете, что я не гурман по сталям, но вот если бы, мы продолжаем говорить, если бы этот нож не имел логотипа и выпускался бы не компанией Victorinox, а любой другой компанией. Продолжаем говорить. Я далеко не гурман по сталям, мне как бы, ну, в принципе, наплевать. Любая сталь, если правильно термообработана, может быть вполне, вполне неплохой. Практически любая. Ну, вы знаете, вот за 5000, у Ксении он 5000 стоит, я вот на это буду опираться. За 5000 мне бы все-таки хотелось минимум сталь на ступень выше получить, хотя бы 440Б, а то и 440С. Тут же у нас 440К, ну, в принципе, в принципе, и ладно. Далее, если бы все-таки в магазине этот нож меня как-то заинтересовал, я бы захотел взять его в руки, как-то потискать. Я напоминаю, что нету логотипа Victorinox, нету надписи Victorinox. Ну вот, я взял бы его в руки. Ну, к чести этого ножа, стоит сказать, что тут вполне удобная рукоять, вполне приятная. Нету каких-то лишних насечек, чем грешат современные производители. Это да, это хорошо. Ну вот, например, тот же замок Backlock, тут совсем небольшой ход. Одной рукой его можно, в принципе, сложить. Ну, неудобно, как-то можно было получше этот момент продумать. В принципе, далее. Ну, конструкция неразборная, ну, это скорее особенность конструкции. Ну, то есть, у этого ножа есть как преимущества, так и недостатки. Но, вот, лично мое мнение, что если бы этот нож выпускался не под брендом Victorinox, а под любым другим брендом, которому я нейтрально отношусь, в принципе, ну, нейтрально отношусь, то этот нож, меня бы ничем, ничуть не заинтересовал, я бы просто прошел мимо него. Из-за того, что тут металлическая рукоять и низкие прямые спуски, это бы полностью для меня нож из зоны моих интересов исключило бы. Вы пишите в комментариях, как вы бы к нему отнеслись. Тем не менее, друзья, хочется сказать, что этот нож выпущен к месту. Я помню, увидел фотку, еще, наверное, где-то такая, типа, утечка информации была. В темноте фотка такая, в низком разрешении вот этого ножа. И мне стало реально интересно. Вот, клево будет Hunter Pro, но в накладках Hologs, клипсы, о, здорово. Меня нож заинтересовал. Было просто интересно посмотреть, что компания выпустит, что у них получится. Ничего плохого в этом, я считаю, нету. Вот. То есть, нож выпустился к месту. Компания заработала на нем денег. Любители Victorinox этот нож приобрели. Ну, то есть, нож людей заинтересовал. И, в принципе, он выпущен к месту. И он свое предназначение выполнил. Вызвал какой-то интерес. Принес деньги компании Victorinox. Ничего плохого в том, что компания Victorinox его выпустила, нет. В принципе, это решение выпустить конкретно этот нож пришлось вполне к месту. И вполне вовремя, и вполне к месту. Далее. Тем не менее, ребят, мы тут нож малость поругали. Но он вполне-вполне практичный, потому что вот даже современных ножей существует немало непрактичных. Хоть они могут быть и дороже, но поэтому там оправдываются какими-то легендами, там, типа, боевой нож, еще что-то. Вот. На фоне других современных ножей с какими-то чудовищными насечками, с какими-то безумными формами клинка, с какими-то безумными формами рукояти, этот нож выглядит вполне практичным и вполне удачным. В принципе, на фоне современных ножей он как бы и не теряется. Также хочется провести параллели этого ножа с БАКом 110. Я раньше прям любил БАК 110 и к его легенде относился с каким-то, с большим удовольствием. Но сейчас я как бы более уже нейтрально отношусь. Вот. Также и здесь. БАК 110 выпускается для кого? Для любителей конкретно этой модели БАК 110. Викторинекс Хантер Про выпускается для кого? Для фанатов, для любителей фирмы Викторинекс. Тем, кому хочется иметь вот складной да предметный нож от любимой фирмы. То есть, в принципе, можно провести параллели, что БАК 110 выпускается. Безусловно, у него более давняя история, более такая проверенная временем легенда, чем у этого ножа. Ну, это понятно. Ну, то есть, БАК 110 выпускается для фанатов конкретно этой модели БАК 110. И вот, вот этот вот нож Викторинекс Хантер Про выпускается конкретно для фанатов этой фирмы. Конкретно для фанатов фирмы Викторинекс. То есть, ну, такое вот у этих ножей назначение. То есть, какие-то есть параллели. Можно провести этого ножа и ножа БАК 110. Далее, ребят. Тем не менее, ну вот, компания Викторинекс выпустила этот нож. Да, вроде все хорошо. Ножик. Давайте я вам сейчас вот в углу экрана ссылочку оставлю на мое видео. ТОП-10 Викторинекс, снятых с производства. Это, на мой взгляд, мое лучшее видео. Мой лучший проект, который я вообще снимал. Который я записывал про ножи Викторинекс. И вообще, вообще, это мое лучшее видео. Посмотрите обязательно. То есть, в принципе, то, что компания вот выпустила этот нож. Ребят, вот любой бы нож из вот этого вот видео, которое вы обязательно посмотрите. Будет, в общем-то, в описании, в конечных заставках ссылка. Вы обязательно посмотрите. Это лучшее видео мое. Классное, интересное. Там есть на что посмотреть. Снятое с производства ножи Викторинекс. То есть, я бы, то, что компания Викторинекс выпустила вот этот вот нож, собственно, променял бы, если бы, на то, если бы компания выпустила любой нож из того видео, которое я вам рекомендую посмотреть там. Ну, там действительно есть к чему приобщиться. Да те же классические свои модели с накладками вы начните выпускать. Там, с G10, там, с Титаном. Почему какие-то, ну, там, выпустите Спортфан, Хансман, Климпер, Эксплорер, популярные модели. Пусть они там стоят, ну, не задирайте вы цены там на запредельные. Ну, в два раза дороже стандартных моделей. Потому что вы, Викторинекс, Элзенер, вы не выпускаете. Выпускают какие-то кастомные мастерские и зарабатывают на этом деньги. Как бы вы соображаете головой. Вот. Поэтому начните тоже что-то как-то шевелиться, двигаться. Конкретные классические свои модели поднимать, в общем-то, с колен. Вот. То есть, те же ножницы в линейку 84 мм. 108 мм линейку возродить я об этом постоянно говорю. Ну, давайте, говорю об этом постоянно. Не будем как-то в это углубляться. Ну, и пойдем дальше. Дальше, что я хотел сказать. Если вы вообще хотите как-то развивать линейку вот эту Хантер ПРО. Ну, вот у меня есть такой вот еще Хантер ПРО. Все-таки, ну, блин, вы решили, что пускай вот будут эти одна предметники. Есть, то есть, вот этот вот, можно сказать, такой джентльменский Хантер ПРО. Вот этот Хантер ПРО с толстой резиновой рукоятью. Такой аутдорный работяга. Носится в чехле. В общем-то, имеет такую толстую рукоять. Ну, в городе его не будет неудобно носить. Но, тем не менее, многие как-то на природе этот нож используют. Ну, то есть, если у вас такой джентльменский Хантер ПРО. Есть аутдорный работяга с толстой рукоятью, с чехлом. Сделайте вот на базе вот этого вот алюминиевого АЛОКСа Хантер ПРО. Сделайте следующее. Замените вот эти вот алюминиевые накладки на накладки из нейлона. Ну, и пускай будет стоить этот нож примерно так же, как вот этот вот нож. Ну, то есть, получится такой неплохой рабочий нож с нейлоновыми накладками. Он будет и полегче, ну, и будет как-то поприятнее его использовать за счет нейлоновых накладок. Ну, то есть, если вы хотите, Викторинокс, если хочет развивать дальше линейку вот эту Хантер ПРО, то выпустите точно такой же нож, но с нейлоновыми накладками. Ну, и, возможно, стоит задуматься о том, чтобы сделать спуски от обуха на этом ноже, ну, который вы будете выпускать. Сделайте с нейлоновыми накладками, он будет дешевле, скорее всего, немного, чем такой вот нож стоит. Ну, и будет попрактичнее, будет такой, в принципе, неплохой, практичный, складной, однопредметный ножик от компании Викторинокс. Мое личное отношение к этому ножу, ну, я вот честно его относил сколько там, 3 месяца. Ну, с перерывами там, то один нож носил, то другой. Ну, в принципе, вы знаете, вот нож пришел пару недель, я его с каким-то с большим интересом, в общем-то, юзал. Ну, и потом как-то потихоньку начал интерес к нему снижаться. Ну, и сейчас, в общем-то, честно сказать вам, что этот нож ляжет на полку. Кстати, в комплекте с этим ножом идет такой темляк. Ну, я никогда не любил весельки какие-то на ножах, я никогда не вешал темляки, бусины. Ну, как бы, цацки я, в принципе, не очень, особенно на ножах. Поэтому, ну, я считаю, что мне лично это не надо. Ну, то есть, нож, в принципе, способен вызвать интерес у любителя викторинокс. Ну, это интерес временный какой-то. Ну, и потом все-таки захочется все-таки увидеть какие-то новые модели многопредметных складных ножей, чем вот этих вот однопредметников. Ну, и, в общем-то, на фоне других современных однопредметных ножей все равно этот нож со временем начнет теряться. Я вообще постоянно с собой ношу какой-либо из викториноксов. Сейчас, ну, вот, вот сейчас со мной. АЛОКС ПИОНЕР ИКС. Ну, и в дополнение зачастую беру какой-то однопредметник. Ну, и, в общем-то, не всегда это викторинокс. И есть однопредметные складные ножи поинтереснее. Ну, то есть, рано или поздно все равно какой-то восторг от обладания этим ножом проходит. Ну, и нож ложится на полку. Вот у меня было так. Ну, и теперь, в общем-то, я вот вношу, собственно, получается, ПИОНЕР ИКС. Ну, либо какой-то другой многопредметник и ЗИНУ. Ну, то есть, типа, вот он, так сказать, EDC, типа СЕТ. EDC-СЕТ. А вот этот вот нож все чаще и чаще лежит на полке. Ну, то есть, чего-то особенного в нем нету. Ну, в принципе, если вас заинтересовал, то вполне можно приобщиться. Сейчас уже красный такой появился без однорукого открывания. Ну, возможно, тоже стоит мне его заобзорить. Ну, посмотрим, посмотрим, в общем, такое отношение. В принципе, неплохой складной нож, вполне практичный, но чего-то суперинтересного в нем нету. Ладно, ребят, на этом будем с вами прощаться. Тут у нас интересные видео, вы обязательно их посмотрите. А я буду с вами прощаться. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok